Это всё капает и пахнет. Мягко сказано. Ещё полгода назад на голову Алены капали продукты собачьей жизнедеятельности. Вывести пятно не удалось. Натянули потолки. Топят её почти ежегодно. Соседи сверху держат собак и, видимо, гуляют с ними нечасто. Один раз в день. А потом ведрами таскают этот говно. Говорят, грубо говоря, никого таскают. Чистят. Поэтому они боятся открывать. Мы составили коллективное письмо. Писали в администрацию, ничего не помогает. Вот подписи все, абсолютно всех жильцов, за исключением 30-й квартиры. Всё писали и губернатор, и Роспотребнадзор вообще абсолютно. Ну, пока ждём ответа. Кроме коричневых потёков на потолке, в соседних квартирах едкий запах и тараканы. В подъезде выстеклено окно, чтобы было чем дышать. Это Ирина, дочь хозяйки квартиры. По её словам, уже 30 лет здесь живут три собаки. Вы никак не хотите решать проблему? Ну, я здесь не живу. Я здесь в гости приехал. Я в деревне живу. Ну, неделька приехала. А мама не будет решать никак проблему? Ну, не знаю. Уже скоро 70. Что она будет решать? Ну, запах ужасный идёт. Уже 20 лет вот бьётся. Да побольше, наверное, не 20-ти. И ничего сделать не могут? Ну, а чего сделать? Участковый ничего не может сделать. Не знаю. Просто куда и как обращаться. Они, как бы, в принципе, люди такие, не, как сказать, неконфликтные. Им всё равно. И всё равно на соседей, и на всех. Ну, я так понимаю, разговаривали мы неоднократно. И писали письма везде. Даже приходят с поликлиники посмотреть ребёнка. Его осматривают на площадке. Потому что туда зайти педиатр боится. Соседи уверены, что животных в квартире больше трёх. Регулярно видят, как в проблемную квартиру приводят собак на передержку и стрижку. В управляющей компании о таком жильце знают. Но ничего сделать не могут. Территория квартиры, да, не имеем ни обязанностей, ни полномочия распространять внутрь квартиры. Решать вопросы по наведению там санитарно-гигиенической уборки. То же самое вывоз мусора, очистка и так далее. То есть в самой квартире управляющая компания не имеет полномочий и обязанностей эти работы проводить. Если надо будет управляющая компания, она может зайти не только под предлогом отсмотра квартиры на предмет собак или кошек, но в том числе на предмет технической исправности приборов учёта, технической исправности инженерных коммуникаций. Ну и по факту составить акт, в том числе о наличии вот такого приюта животных. Жильцы пока не могут найти управу на такого соседа. Уже обращались во все инстанции. Но до сих пор за решение проблемы никто не взялся. Так и живут. С вонью, лаем и тараканами. Дорида Миллер, Андрей Печоркин. День с толком. День с толком.